В Шемкенте стало модно и даже почетно открывать не фешенебельные рестораны, а школы. Решать проблему с нехваткой мест помогают частные инвесторы. К началу учебного года в мегаполисе открыли 20 новых учебных заведений. 15 из них построили предприниматели. О том, что к решению школьных проблем нужно подключать бизнес, накануне говорил в своем послании и президент страны Касамжумар Токаев. Глава государства поручил сельские полнокомплектные школы переводить на подушевое финансирование. Катерина Попкова выясняла, выгодно ли вкладывать деньги в образование. Школьный звонок в этом здании еще никогда не звучал. 250 первоклассников первыми переступили порог совершенно новой школы Шемкента. Это раньше здесь было одноэтажное здание постройки 30-х годов, а теперь едва ли не лучшее в городе. Сюда будет ходить детвора не только из ближайших микрорайонов. Очень красивый кабинет. И самое главное, что все сделано. Вот сейчас, чтобы наши дети учились вообще прекрасно, замечательно, знания давались легко. Очень устроилось, что на каждого человека одна парта. То есть не будут они друг с другом. Во время пандемии это, например, актуально. Новую школу построили за три месяца на месте старой. Это позволило искоренить проблему аварийных школ в городе и при этом не потратить ни копейки из бюджета. Для Низамхана Сулайманова это уже четвертая собственная школа. И все работают по программе подушевого финансирования. Тут никакой выгоды нет. Многие бизнесмены ко мне обращаются. Низамхана, дайте нам совет, консультацию. Я тоже хочу построить. Я им говорю, выгоды нет. То, что ты затрачиваешь свои деньги, вернешься через 25 лет. Предприниматель признается, что успешного бизнеса на школах не сделаешь. Для него это безвозвратный вклад в развитие детей. Тем более, что в государственных школах есть дефицит мест. В этом году у нас было 14 трехсменных школ. Вот накануне нового учебного года их стало 9. В Шымкенте я очень благодарна нашим предпринимателям. Основным у нас в городе был город Бултойханой, можно сказать. А сейчас уже в данное время все уже реконструкцию делают, дополнительно открывают школу. Это одна из так называемых резиновых школ Шымкент. Они первый год в гимназии номер один ломают голову. Как уместить всех детей? Школа рассчитана на 1800 мест. Но обучается тут 4000 учеников. Дети оказались в тесноте, а родители в обиде. Нам было выделено здание. Оно было в четырех километрах под здание этой школы. Родители неоднократно писали заявление о том, что они не согласны с этим зданием. В связи с этим мы были вынуждены разместить в этой школе в три смены. 14 учебным заведениям мегаполиса ограничили прием первоклассников, чтобы разгрузить их. О нехватке мест в казахстанских школах заговорили и на высоком уровне. В своем послании к народу Касымжо Мартукаев отметил, что если не предпринять срочных мер, то к 2025 году дефицит может достичь миллиона мест. Глава государства дал поручение о строительстве новых школ. К решению школьных проблем подключат и бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...